Еще один факт про почву. Академик наш, 60 лет посвятивший исследованию именно почв, почвовед Анатолий Семенович Керженцев, ныне покойный, к сожалению, но мы успели попереписываться. Создатель функциональной экологии. Он первым понял, как функционирует организм экосистемы, как он кушает, как он испорожняется, как он восстанавливает свою поврежденность и так далее. И вот он как раз первым обнаружил и неопровержимо доказал, что вот та самая материнская порода, на которой стоят все наши почвы, ребят, она не материнская, она дочерняя порода. Почву создает постоянно, каждый год создает фитоциноз, растительное сообщество. Вот именно его опад потом затем превращается в нижний такой слой, уже в котором нечего практически кушать, но необходимый, это гумус. И еще есть у экосистемы экскременты, которые не усвоенные, никому не нужные в конечном счете питательные вещества, она их откладывает ниже гумуса по полмиллиметра примерно в год. Это было измерено, доказано. Вот таким именно образом растет почвообразующая порода, на которой лежит почва. Поэтому почвообразующие породы разные под разными почвами, и поэтому на всех континентах они закономерно меняются в зависимости от широты и климата, и фитоциноза. Вот поэтому, ребят, в этих же исследованиях было показано, что почвы меняются не за тысячи лет, как почвоведы утверждают, а за годы. То есть буквально за один-два года почва может изменить даже свой профиль, изменить химический состав до глубины в метр, и по описанию стать другим типом почвы. Поэтому давайте не будем бояться. Буквально 3-5 лет органики хорошего кормления почвенной среды, почвенных организмов, и почва меняется. И вот поэтому те органисты, которые давно-давно годами применяют органику, мульчу, сидираты, они реально могут получить чернозем, черноземные почвы, причем на большую глубину. И я у себя на грядках, в общем, то же самое наблюдаю. И так же точно можно сделать и на миллионах гектаров. Но почему этого не делают, это отдельная песня. А нам с вами никто это не помешал улучшать наши почвы и создавать то самое сверхплодородие, о котором я говорил.